и так скололи горловинку скололи вернее детальки лицевой с лицевой все сошлось плечевые сошлись серединке сошлись теперь нужно прострочить на ширину лапки это я сделаю за кадром через булавочки а шить не рекомендую не очень удобно ткань тоненькая булавок много булавки я убрала и сделала сметку оставила булавки только на швах где плечевые швы вот такая лапка у меня пластиковая прозрачная и как раз получается расстояние от иголки до края лапки 9 миллиметров начала я строчить от середины ростка от середины спинки и заканчиваю там же то есть не от плечевого шва это не очень удобно там швы а именно от середины горловины спинки то есть от середины ростка и заканчиваю делаю закрепочку вот так что теперь мы будем делать мы будем делать рассечки вот на закруглениях везде здесь закругление круглая горловинка чтобы она вывернулась и хорошо легла нужно делать рассечки так рассечки делаются не доходя до строчки на 1 миллиметр очень аккуратненько пожалуйста по всей горловины и так всю горловину теперь нужно на припусках вырезать где шовчики у нас ткань вырезать чтоб потоньше было и с той стороны тоже затем сделать прикрепляющую строчку и еще называют расстрочка смотрите вот на эти припуски положим обтачку вернее это не обтачка но с обтачка точно также работать поэтому я оговариваюсь вот эту детальку она у нас здесь в этом изделии является кокеткой и на 01 дать строчку также можно начать от середины спинки потому что закрепочка будет и так еще раз напоминаю на припуски направляем деталь на у нас нижняя это после того как сделали рассечки тогда мы делаем эту расстрочку пьяна в учебнике не знаю как в каких книгах но в одном грамотном учебнике она называется прикрепляющая строчка батарея часто ее называют расстрочка расстрочить шов и строчим на 1 миллиметр что дает эта строчка она скрепляет припуски и деталь и не дает детали выворачиваться на друг не выворачиваться как бы но ее не видно будет с лицевой стороны с верхней стороны изделия вот так на миллиметрик делаем строчку я хотела показать но не видно так вот она вот теперь видно вот она строчка на миллиметр идет на детальки вот от шва и так по всему по всей длине и так расстрочку сделали по обтачке теперь нужно приутюжить вообще вот этот шов если разобраться точно это на строчной шов потому что когда на какие-то две детали которые заутюжены в одну сторону надо настрачивается строчка сверху скрепляя все верхнюю деталь и нижние детали это называется на строчной шов вот но его зовут расстрочка его зовут прикрепляющий шов чем как его не назови главное чтобы он был выполнен правильно и там где можно теперь смотрите вот удобно на вот такой колодке чтобы закругление было вот эта колодка вот верхняя часть кстати называется горловинка вот на ней удобно все вот эти горловинки и утюжить что мы делаем теперь кантик сам ложится вот чтобы на лицевой стороне не было видно шва мы специально сделали вот этот шов и теперь деталь верхняя прикрывать вот вот она переходит как перекатик идет вот кантик сам ложится я вас специально его не вымет его он сам у меня лег тут получается полтора миллиметра миллиметр полтора то что нам надо все приутюживаем и следим за тем чтобы вот этот кантик не был большой то есть вот так прямо подтягиваем хотя он сам ложится вот сейчас у меня утюг еще не нагрелся и вот это заутюженная часть которую мы по шаблону заутюживали вот она прикрывает изнутри на два миллиметра даже на три миллиметра получается это уже плохо что на три миллиметра почему миллиметры лишние вылез потому что у нас вот эта деталька она на миллиметр опустилась за счет того что мы сделали вот эту прикрепляющую строчку вот счет идет на миллиметры но если вдаваться в подробности по так я сейчас буду заутюживать всю горловинку подушечка потрясаю придавлю но я все показывать не буду